канун рождества время добрых дел и истории со счастливым концом время ждать чуда и творить его своими руками какой ценой она дается разве можно измерить в канун главного христианского праздника мы поговорили с теми кто спасает лечит выхаживает братьев наших меньших без перерывов на обед отпусков и что там еще у нас обычных людей считается жизненной необходимостью о необыкновенных людях и животных чудесных историях спасения на канале animal life у евгении казаковой нет времени даже на телефонные разговоры ее день расписан по минутам она мечется между усатыми и хвостатыми 42 кошки в квартире 64 собаки в частном доме всех нужно накормить привести в порядок выгулить пролечить приют джульбарс и его друзья это хоспис для животных в основном здесь те у кого почти нет шансов обрести новую семью женя устала поднимается по лестнице скоро праздники но рутина будни уступает новогодний круговерти от собак она бежит к котам но вот кажется и на пороге ее квартиры чудо красивая не дешевая переноска но это не подарок а подкидыш сорок третье вздыхает женя в переноски кошка трех цветочка уже через сутки женщина вместо праздничного застолья бегает по ветеринаркам у кошки беспрерывная рвота животное буквально кричит после двухчасового обследования выясняется что у имели теперь такое имя у подкидыша панкреатит воспаление селезенки глисты вирусная инфекция анализы обошлись в девять тысяч рублей это не запланированные траты еще понадобится лечение эмилию мы не бросим рассказывает светлана абрамова волонтер приюта джульбарс и его друзья но как оплачивать долги тот кто подбросил кошку не помогает ничем мы же приют выкрутимся а приют это сама женя чего это ей будет стоить об этом те кто спихивают животных не думают теперь это наша головная боль благими намерениями выложена дорога в ад это словно о тех кто приносит животных в приют снимая с себя всякую ответственность большинство домашних кошек оказавшись в приюте где есть другие животные погибают через два-три месяца тонкая психика хвостатых не выдерживает нагрузки стресс запускает серьезные порой неизлечимые заболевания но есть в приюте и действительно счастливые истории кот корней попал сюда неопознанным шершавым комком все тело сплошная короста даже глаза не открывались после длительного курса лечения корней оказался голубоглазым красавцем с сиамской кровью сегодня он живет в петербурге с новой хозяйкой и даже диагноз хроническая почечная недостаточность снят для нас каждая история пристройства настоящее чудо признается светлана абрамова потому что здесь животные которых редко берут есть спинальники есть старые животные с букетом болезней есть с поведенческими особенностями которые не позволяют жить в семье как правило это результат условий в которых они содержались но в чудеса в приюте верят потому что своими глазами видит как меняются животные когда находит своего человека так повезло саре метиски боксера и стаффа ее нашли в омской области с распухшими лапами животное еле брело по дороге казалось что это совсем старушка но после обследования выяснилось сара молодая собака с холодовой аллергией с иститом и другими заболеваниями до джульбарса ее не раз придавали хозяева и даже кураторы тактильная собака не могла находиться одна в помещении все время плакала и искала человека долго жить в приюте она бы не смогла к счастью для сары нашлась очень ответственная и понимающая хозяйка любовь и лечение сделали свое дело в приветах которые новые владельцы присылают в приют совсем другая умиротворенная и уверенная сара подписывайтесь на канал ставьте лайки дальше вас ждут еще более интересные истории о животных